МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Роман Иванович Борочев, начальник Рязанского линейного отдела на транспорте. Добрый день. Здравствуйте. Итак, 25 июля. Речная полиция отмечает свой праздник, правильно? Совершенно верно. Когда была установлена эта дата, когда было принято решение, что надо праздновать, и в чем заключается этот праздник? Этот праздник берет свою историю еще в XIX веке, при императоре Александре II. Первые упоминания о службе царской на водном транспорте были, а в свете нашей современности 25 июля 1918 года транспортная полиция на водном транспорте была определена распоряжением Совета народных комиссаров и начинала функционировать на объектах в основном московского водного бассейна. А далее, так сказать, со временем все это перешло на все артерии речные наши, в целом российские. Так, чем же они тогда занимались? Если сейчас мы браконьеров ловим, да, правонарушителей, то тогда-то что происходило? Ну, ничем практически не отличались задачи, которые ставились в те времена и в сегодняшние. Это, в первую очередь, обеспечение безопасности на объектах транспорта, обеспечение безопасности плавательных судов и граждан, и борьба с преступностью на объектах транспорта. Как показ в практике, не только браконьерство процветает на объектах водного транспорта, но есть и составы экономических преступлений и общеуголовных преступлений. Так, а как же безопасность контролируется на водном транспорте? Как вы это делаете? Безопасность мы совместны с Рязанской транспортной прокуратурой, с природоохранной прокуратурой, с государственной инспекцией по маломерным судам. Проводим соответствующие рейды, проводим соответствующие проверки плавательных средств людей, которые находятся на объектах водного транспорта. Тем самым проводятся проверки. Вот, допустим, у меня есть катер. Я поехала кататься на АКУ, и вы можете меня остановить и проверить, что это так? Ну, при нахождении на водных объектах, тем более на плавсредстве, должны быть соблюдены ряд правил. То есть, если есть катер, значит, должны быть соответствующие права у человека, который управляет этим катером. Должен быть спасательный жилет. И ряд требований также должен выполняться при нахождении на объектах водного транспорта. То есть, вы таких тоже проверяете, да? Да, совершенно верно. Которые вроде бы на прогулке. Конечно. И что, есть нарушители? Нарушители есть, безусловно. И административного законодательства, и уголовного кодекса нарушителей. Рязанская область не исключение. 480 километров реки Ака, в общем-то, не остается без внимания. Так, а что за уголовные преступления, что же они делают? Основную долю преступлений, совершаемых на объектах водного транспорта, Рязанская область, составляет, так скажем, браконьерство. То есть, преступление предусмотрено статьей 256 Уголовного кодекса. Это нарушение порядка добычи водных биоресурсов. А кого они ловят? Всю ту рыбу, которая водится у нас в реке. То есть, у них неправильные, может быть, удочки, снасти, так я понимаю? Есть орудия подводного лова в зимний период, опять-таки, это постановка сетей. В период нереста это запрещенные орудия лова. И, соответственно, круглогодично это сети. А они от вас пытаются уйти, бежать, уехать? И такое случается. И как вы ловите на воде? Есть у нас специальные плавательные средства. Есть у государственной инспекции по маломерным судам, у рыбинспекции, с которой мы также взаимодействуем, также плавательные средства, катера, на которых мы, в общем-то, принимаем меры к задержанию этих нарушителей. И дальше что происходит? Вы также их катера, лодки арестовываете? Или как это называется? При задержании данных граждан, при выявлении, если в их действиях есть составы преступления, например, браконьерство, то, безусловно, плавсредство их изымается, как используемое орудие лова. И потом, по решению суда, принимается решение по этим плавательным средствам. Но они могут их не увидеть никогда больше, правильно? Как правило, они их и не видят. Так, а откупиться нельзя им? Откупиться можно только в суде. По решению суда назначается наказание. Вот окончательная точка. Ну, я, конечно же, шучу. Так, а можно какую-то статистику привести, как у нас в прошлом году было? Что сейчас? У нас вообще люди стараются вести себя более правильно? Статистику, если привести, то за административные правонарушения, в частности, нарушение правил добычи водных биоресурсов на объектах водного транспорта, в частности, на реке Ака, в прошлом году было выявлено 50, прошу прощения, 100 человек. В этом году всего на все 40. То есть, немного сокращается количество нарушений. Если брать по преступлениям, то в прошлом году было выявлено за год 50 преступлений. На сегодняшний момент уже более 30 преступлений, в частности, по браконьерству. Как вы думаете, с чем связано это? Почему уменьшается количество преступлений? Ну, здесь я думаю, что все-таки активные действия тех служб, которые находятся на объектах водного транспорта, все-таки приводят к снижению всех этих правонарушений на воде. Так, а что за административные правонарушения? Административные правонарушения предусмотрены статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушениях. Это нарушение правил добычи водных биоресурсов. Ну, например, в период нереста, например, можно ловить на улочку только с одним крючком. Нельзя использовать запрещенные снасти. Так, а где эта грань между уголовным и административным тогда, если браконьерство это одно и то же? Ну, немножко это не одно и то же. Здесь есть причиненный ущерб государству в части добычи данные. То есть, если уже поймали? Совершенно верно. Это уголовные? А если только пытаются? Не всегда. Все это даже зависит. Но есть конкретные, так сказать, законы, на которые мы опираемся, где четко расписана вот эта грань между административным и уголовным кодексом. Так, а какие вот связанные с экономическими преступлениями бывают правонарушения? О чем вы говорите? Здесь, в частности, в нашем регионе их не так много. В целом, по объектам водного транспорта, это случается и мошенничество, и незаконное предпринимательство, и предоставление услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Все мы приказуем, когда на объектах водного транспорта переворачиваются лодки, гибнут люди, то есть в ряде случаев приходится принимать меры, не всегда уголовную ответственность к людям, дабы избежать этого на наших объектах. То есть, кто-то, может быть, на теплоходе отправился в плавание, а он какой-то бракованный оказался. Такое бывает? Ну, можем так вот ревно сказать, да, он бракованный, не соответствует требованиям, нет спасательных жилетов, не отвечает требованиям, определенным правилам навигации. Ну, в нашем регионе таких плавсредств на данный момент не зарегистрировано, таких нарушений не выявлено. То есть, у нас все молодцы. Ну, будем считать, что... Ну, а как вот обезопасить себя на всякий случай рязанцев, если они поедут в другой город, да, или также у нас отправятся в плавание на теплоходе, или, может быть, даже на море? На что им следует обращать внимание, когда они садятся вот на катер или на яхту? Ну, для самого простого, так скажем, обывателя, просто внешний вид того плавательного средства должен, как бы сказать, внушать доверие просто-напросто. Не всегда, конечно, это правильно, что он внушает доверие или не внушает доверие. Но капитан судна должен обеспечить всех пассажиров спасательными жилетами и провести соответствующий инструктаж по правилам проведения на воде. То есть, они должны пообщаться с капитаном? Безусловно. Ну, вы знаете, я каталась и не общалась с капитаном. Ну, здесь как раз упущение со стороны работников водного транспорта. Но вот люди, наверняка, которые, те же капитаны на обычных теплоходах, они все равно, вот что-то у них внутри есть такое морское, речное, вот они с любовью все равно, наверное, к этому делу подходят. Вы замечали? Безусловно. Люди, которые работают на объектах водного транспорта, можно, так сказать, отметить, они длительное время, это, может быть, даже, поколениями работают там, да, и, безусловно, без любви к своей работе здесь не обходятся. Так, а вы почему решили вот в свое направление деятельности пойти и также связать свою жизнь с железнодорожным транспортом, с водными объектами? Может, не совсем корректно отвечу. Так сложились обстоятельства, что вот после окончания института, судьба распорядилась, я поступил на службу в Ленинный отдел на станции Рязани в 1999 году, на тот момент отдел обслуживал, то есть объекты железнодорожного транспорта, а в 2010 году при реорганизации в системе ВД, когда УВД на железнодорожном транспорте, Московское УВД на железнодорожном транспорте, Юго-Восточное УВД на железнодорожном транспорте и УВД на водном и воздушном транспорте были реорганизованы И сформировано одно управление, в которое перешли все эти виды транспорта – водный, воздушный, железнодорожный. И в 2015 году в Рязани, Рязанскому линейному отделу, был прикреплен участок речной. 480 километров реки Ака на территории Рязанской области. Но нагрузка большая у вас по работе идет? Трудно оценить нагрузку, большая она или небольшая, когда эта работа повседневная. Нагрузки есть определенные, безусловно. Не всегда видны результаты этой работы для простого гражданина или, может быть, для статистики. Но те объемы, которые делают сотрудники, они заверяют граждан о том, что безопасность улучшается на объектах транспорта. И реагирование сотрудников полиции на те или иные правонарушения происходит довольно-таки быстро. Так может, у нас просто лето не летнее, поэтому народа на воде-то и нет, поэтому нарушений нет? Нет, не зависит от того, лето или зима. Мы круглогодично работаем на реке Ака. Есть и зимние виды нарушений, как то выезд на лед на автотранспорте. Бывают случаи, когда уходит автотранспортное средство под лед. Что в таких случаях делать? Кому звонить, если ты понимаешь, что ты проваливаешься? Ну, сам элементарный служба спасения 112. Телефон единой службы. Ну, а как выбираться из машины? Дверь, наверное, не будет открываться? Ну, для того, чтобы выбираться из машины, не нужно все-таки выезжать на лед, ни при каких обстоятельствах. Есть специальные переправы зимние, которые оборудуются, которые регулируются, и сотрудники специально смотрят за этим переправами. А что касается железнодорожного транспорта, там тоже происходят правонарушения какие-либо? Безусловно. И административное, и уголовное наказание, административное правонарушение. Все то, что происходит на территории обычного города. И появление граждан в алкогольном опьянении, мелкое хулиганство, и распитие спиртных напитков, и курение в неустановленных местах, и нарушение правил транспортной безопасности. Все то же самое. За этим там следит полиция. Я знаю, что в поездах ездят полицейские, так? В поездах, в электропоездах, на вокзалах круглосуточно присутствуют полицейские. А вы об этом уже разбираетесь в этих правонарушениях? Безусловно. Реагируем и разбираемся. Составляем соответствующие документы реагирования. Ну какие там чаще всего нарушения? Ну, я уже перечислил. Это появление в пьяном виде, мелкое хулиганство, курение в неустановленных местах на объектах железнодорожного транспорта. То есть это даже уже получается не представители железной дороги, да, это все исполняют, а наши сами граждане? Да, конечно. Нарушителем, естественно, в основном являются это пассажиры. Те граждане, которые находятся на объектах транспорта, которые следуют в поездах, электропоездах. На речном немножко по-другому получается, да? Организаторы поездки. В основном это организаторы поездки, но, так сказать, принимаю внимание, что у нас есть также и прогулочные катера здесь. Но в текущем году, еще раз повторюсь, что нарушений с периода навигации на данных теплоходах не зафиксировано. Так, а вы можете повторить, сейчас у нас все отправляются на юг, кто на самолете, кто по железной дороге. Штрафы какие за эти нарушения, какие наказания? За появление в пьяном виде, например, в том же поезде. Допустим, человек сел еще трезвый и как-то умудрился там напиться. Курение в тамбуре. Какие наказания за это? Здесь наказания, они такие же, как и вы, по всем правонарушениям. Здесь, в частности, предусмотрено наказание от 1000 рублей. Но вместе с тем, граждане, которые совершают правонарушения на объектах железнодорожного транспорта, в частности, если говорить о поездах, это появление в пьяном виде, это мелкие хулигазы. В первую очередь, они изымаются с объектов железнодорожного транспорта. То есть, их поездка закончилась на нашей станции. В Ростове где-то? Может быть, в Ростове, может быть, в Лизане. Все, я поняла. То есть, едет, едет и вот... Естественно, он мешает проезду остальных граждан и меры реагирования. Из Нижнего Новгорода в Новороссийск собрался, вы его взяли и высадили? Бывает и такое. Так. И куда же он дальше? Пока не протрезвеет? Ну, пока не протрезвеет, пока на него будут составлены соответствующие документы, протокол. После этого он отпускает. Так что надо быть аккуратнее. Роман Иванович, возвращаясь к крещной полиции, может быть, мы все-таки что-то пожелаем вашим коллегам, да? Какое-то напутствие дадим? Безусловно. В этот праздник хотелось поздравить всех коллег, имеющих отношение к водному транспорту. Пожелать им здоровья, в первую очередь, и профессиональной удачи. Спасибо вам. Пусть у вас также статистика улучшается, улучшается с каждым годом. Приходите к нам еще. Спасибо. До свидания. Спасибо. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова